себя твое ли это желание то есть это объяснить мне кажется что надо понимать вообще искать не такое сильное желание чтобы отвечать на твой вопрос я я думаю что я думаю что человеку все есть что не нужно если у него появляются какие-то очень сильные желания опять же это может быть какое-то искушение или может быть навязано что-то ну в общем это шаг к познанию и если относиться к этому как к тому что там тебя скажем хочет бог может быть он же любит тебя и он хочет направиться на путь истины и показать тебе что это не твое желание просто процитирую rolling stones you can't always get what you want не всегда можно получить то что ты хочешь но если постараться ты получишь то что тебе нужно ямку надо копать я еще закон полностью назовешь а так к этому будешь относиться закон полностью а если много законов но сочиняешь для себя будешь все время с собой так сказать нофиг этому все так немножко зависло по крайней мере все что прозвучало мне кажется все ответы уже такие достаточно исчерпывающие не должно добавить но с точки зрения ну с точки зрения благо для жизни одного конкретного человека все что с ним происходит ему на пользу ну просто так проще думать чтобы идти дальше ну блин я даже не знаю короче кричит заведующий ну вот слово последнего вообще остается в памяти так что соберись поклониться штирлица нет это еще где и гадится можно ли предположить что это вообще нам не можно это и благо потому что закон подлости как я в рамках своей продолжаю свою концепцию да что это всегда учит чему-то когда ты сталкиваешься с каким-то иррациональным событием в своей жизни это во первых ты ну это заставляет крутить самок крутить мозги это такая и рациональная такая вещь вообще другое событие вообще любое событие она когда она происходит она запускает механизм думания а механизм а когда ты думаешь что ты начинаешь решать задача это очень полезно любые задачи очень полезно закон подлости да может название оно такое журналистское название удачное такое красивое но не совсем передает то что что на самом деле мы обсуждаем вовселенной да в этом весь эффект нашей вселенной что она пытается компенсировать все если где-то что там будет где-то повысилась энергия значит где-то она понизилась да и когда кто-то что-то делает ну например да второй закон не зоно здесь полностью есть что закон действия то есть противодействия да если где-то что-то там совершено то вселенной пытается компенсировать и человек как человек как мыслящее существо пытается как-то скомпенсировать все это дело компенсировать это компенсация этот процесс компенсации это есть вот это научение и мы учимся это очень хорошо что наша вселенная и рациональная иногда там происходит какие-то непонятные хрень в которой нет есть логика но нет смысла но неприятно конечно не многим по крайней мере думать среди человечества что наша вселенная вообще без логики и смысла но если это принять то это откроет новые как бы знания новые новый подход к мировоззрению может быть даже да надо всегда надо научиться четко разделять рациональности и рациональности и рациональности я думаю что мы очень важны когда есть такой момент что-то компенсации когда еще не он так можно ли предположить что-то на благо наверное на благо однако я думаю что нам надо следить процесс когда что такое происходит наступает тяжелая фрустрация фрустрейш то есть это стресс это сужение поле зрения мыслительные способности принимать решения и поэтому я думаю что мы должны как-то тренировать себя на антистрессовая установка какой-то ресурс находить себе в таких ситуациях чтобы всплывать чтобы как ты правильно говорил мыслить включать иначе ничего не включить будет блок и будет ну всякие такие хорошие могут быть всякие ситуации поэтому включаем все антистрессовую программу и ресурс спасибо ну давай давай давайте по кругу я еще знаете о чем подумала меня все крисло